С 1 января 2022 года на Федеральную налоговую службу России возлагаются функции по выпуску квалифицированной электронной подписи для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и нотариусов. Но получить бесплатную подпись в налоговых органах можно уже сейчас, не дожидаясь наступления нового года. Отныне индивидуальные предприниматели, граждане имеющие право действовать от имени юридических лиц бездоверенности и нотариусы, должны будут получать квалифицированную электронную подпись не в коммерческих удостоверяющих центрах, а в налоговой службе России. Для того, чтобы изменения в законодательстве реализовывались более плавно, инспекции ФНС начали выдавать подписи уже с июля нынешнего года. Выдается она по экстерриториальному принципу, то есть независимо от того, где организация состоит на учете, либо место жительства индивидуального предпринимателя. Выдается она бесплатно в налоговом органе, непосредственно руководителям организаций, за исключением государственных органов, органов местного самоуправления и кредитных организаций. Также выдается она индивидуальным предпринимателям и нотариусам. Частные физические лица и лица, представляющие интересы организации по доверенности, могут получить квалифицированную электронную подпись платно в коммерческих авторизованных удостоверяющих центрах. Новая подпись будет применима для получения всех видов государственных и коммерческих услуг, ведения бухгалтерской и налоговой отчетности, словом, для подписания любых электронных документов. Чтобы получить ее, заявителю необходимо лично предоставить в налоговый орган паспорт, СНИЛС, а также USB-носитель ключевой информации, который должен быть сертифицирован в СТЭК, либо в ФСБ России. Приобрести такой носитель можно в специализированных магазинах, либо у официальных производителей. Также можно пользоваться носителями, которые уже есть в наличии, но при условии, что они соответствуют техническим характеристикам. И размещать на одном ключевом носителе можно более одной электронной подписи, выданные также как коммерческими, так и государственными организациями. Что касается ранее выданных электронных подписей, с 1 января 2022 года они будут считаться недействительными, если выдавший их удостоверяющий центр не пройдет переаккредитацию. Если же он ее пройдет, подпись будет действительно до окончания срока действия сертификата, затем следует получить новую. Записаться на предоставление услуги можно через специальный сервис на сайте Федеральной налоговой службы, либо через личный кабинет физического лица. Услуга предоставляется с понедельника по четверг с 9 до 18.00, в пятницу с 9 до 16.45. И так как у нас сейчас введены ограничительные меры, то есть с 1 по 3, включительно, ноября инспекция осуществлять прием налогоплательщиков не будет. Но если какая-то срочная корреспонденция, то есть будут выставлены боксы для приема данной корреспонденции на входе в инспекцию. Павел Зайцев, Аркадий Стариков, телекомпания ТВ.